Как использовать свою популярность, как монетизировать свою популярность, об этом сейчас расскажет Оксана Малеринка. Похлопайте ей, пожалуйста. Здравствуйте, я хочу всех видеть, я в цикле детства. Я вот подготовилась, у меня ночные гдения. Я, честно говоря, информации очень много, очень много. И мне бы хотелось с вами познакомиться изначально, просто понять, ну скажем, кто из вас чем дышит, у кого уже есть блог, например, YouTube, Instagram. Давайте так поднимем, да, чтобы я, ну, руки, и у кого, например, на YouTube есть блог. В Инсте. Да? Есть. Давайте количество подписчиков. Мы тебе хотим... Может, пляжем. Может, не так. Нормально. То есть вы монетизируете, вы не играетесь с партнером в YouTube? Нет. Это мы про Instagram. Давайте YouTube. YouTube. Кто блогер на YouTube? У меня 12, по-моему, или 24. 12. Человек. 3 видео и 24 человека. Я недавно начал. Я по этому... Просто рассказывать мне про партнерство с YouTube, это... Да, расскажите, мы только начинаем, на самом деле. Рассказать, расскажу. Теперь давайте Instagram блогеры. Наверное, тут много, да? Ну, не блогеры, а просто... Нет, неважно, страницу ведете, уже... От скольки можно? Ты сейчас есть подписчикам? Да. Да? Хорошо. Это по-честному или с накруткой? Нет, по-честному. Давайте Настя Еглеева, которая ведет Орелу и Решку. Вот она блогер Instagram, она сейчас пошла на YouTube, потому что Instagram, у нее сейчас 9 миллионов, то есть она не получает деньги за просмотр, только за рекламу. Instagram такая тема. То есть у вас обязательно должен быть тоже какой-то продукт, который вы продвигаете. Потому что если у вас нет никакого продукта, ведение блога, это просто превращается, ну, как бы, ну, просто себя показать с разных сторон. Поэтому нужно сразу понимать, что вы будете двигать. Соответственно, с этого, например, если это блог для бизнеса, обязательно собирать отзывы, обязательно. То есть выставлять туда отзывы и выставлять, народ любит, чтобы были какие-то полезности. То есть, если, например, мы берем кухню, как вот можно, ну, понятно, там отзывы ставил, ну, картинки там кухонь, кому-то там поставил. Но на самом деле, когда вот я, скажем, занималась с целью компании, но это были мои знакомые, которые вот посидели у них там мебель, кухня, и я им предлагала, каким образом они там могут развить свою Instagram-страничку, нужно снимать какие-то полезности. Как выбрать кухню? Например, как, какие там, ну, не знаю, там, как называется, фурнитура, какая фурнитура лучше, какая хуже. То есть все это можно короткими, значит, в Instagram все знают, наверное, что видео не больше минуты. Соответственно, вы будете снимать такие вот коротенькие рекламные моменты. Любой бизнес можно, и любое занятие можно, под него можно создать блог. Просто вам нужно изначально это все проанализировать. Какие вещи у вас спрашивают постоянно клиенты? То есть под это дело снимайте видео. Хотя бы коротенькие какие-то отрывки все это выкладывать на свою страничку. Плюс еще обязательно нужно сделать поиск хэштегов. То есть это я рассказываю для Instagram, но это также и для YouTube. Хэштеги – это все. Просто когда мы, например, работаем с YouTube, хэштеги или теги там просто называются, они загружаются под видео. Вот каждое видео идет, идет, например, там сколько? 500 знаков должно быть. То есть вы можете загружать слова-сочетания, можете загружать слова. Все это не больше 500 знаков. Соответственно, когда вы знаете свои ключевые параметры, ну, как бы ключевые слова, под которые вы оптимизируете блог. То же самое, например, вы должны сделать для Instagram, если вы ведете свою страницу. Там это называется хэштег. Хэштеги очень легко, то есть вы в поиске забиваете, но есть специальная программа, через которую можно проанализировать свой блог на Instagram. То есть если вы хотите действительно серьезно его продвигать, WebStami называется. WebStami. Там вы вводите свои данные от блога Instagram, и это ваш инструмент продвижения, потому что там вы можете посмотреть, пробить все хэштеги. Значит, то, что вот я вам сказала, есть Яндекс. Воркстат, который показывает вам ключевые слова. То же самое в WebStami. Там есть такой раздел, который показывает вам количество запросов по всем хэштегам. Вы, например, вводите свое ключевое слово кухни, и все, что связано, где любые хэштеги, которые люди указали на свои фотографии, все эти хэштеги выходят. Выберите самый популярный. Если вы собираетесь продвигать себя, например, Краснодар, то будет хэштег, например, Кухни Краснодар. Вы смотрите, сколько он, ну, сколько получается число запросов, и сколько, даже это не запрос, это сколько людей выставили свои, как бы, посты, насколько популярен, скажем вам, да, как люди часто указывают. Получается, вот эта сумма, цифра, она вам даст именно ключевые параметры. Значит, почему нельзя очень много делать? То есть, поначалу Инстаграм позволял там тонны просто хэштегов делать, сейчас смотрите под видео, когда вы размещаете пост, 30 хэштегов. Но можно его надурить, то есть, можно, если прям серьезно продвигать посты, то, что я делала в начале. Вы когда размещаете пост, вы берете, там тоже делятся, вот, как я сказал, по поводу среднечастотные, низкочастотные запросы и высокочастотные, это говорит о том, например, высокочастотные запросы. В вашей нише, например, вот ключевые слова, да, кухни это высокочастотный запрос, потому что они указаны, что человек хотел, он хотел купить, он хотел рассмотреть. То есть, вы лучше указываете, что там стратегия раскрутки. Когда вы ставите, если у вас молодой блок, вам нужна аудитория, поэтому вам нужно придерживаться определенной стратегии, как бы, раскрутки своих постов. Когда вы уже набрали аудиторию, она вам лайкает, за счет лайков у вас приходят, как бы, новые. А когда у вас еще нет лайков, извините, когда у вас там под каждым постом 10 лайков, ну, то есть, через сколько вы накрутите в себя аудиторию. То есть, очень мало, ну, как бы, это очень мало, и очень мало людей к вам придет, и вы будете свой блок раскручивать лет 5. Поэтому нужно придерживаться определенной стратегии. Значит, смотрите, когда размещается пост, есть понятие комментарий. Первый комментарий. В первом комментарии размещается, там, выбираете среднечастотное и низкочастотные запросы. Разместили в комментарии. Потом вы берете высокочастотный запрос, самые популярные запросы, которые, например, нужны для вашей аудитории. Это может быть смежно. Например, если это кухня, то мы берем шкафы, то есть, любую мебель, которая там, ну, фигурирует. То есть, вы думаете, что может искать ваша аудитория. И под эту аудиторию, получается, вы выставляете под самую фотографию высокочастотный запрос. Высокочастотный запросы ставятся на несколько часов. Можете у нас попросить пример приводить на кухню, а скажем, юридические услуги? Юридические услуги. Просто юриспретенция, я не знаю, просто, ну, само слово юридические услуги, оно, наверное, будет высокочастотным. Как не сейчас в тюрьму хэштег подсказывает. Да, просто я уже в ваших нюансах не знаю. Здесь не проще оперировать, что у всех людей из кухни, правильно, у всех людей из шкафы, мебель. А ваши юридические услуги, мы их не все. Поэтому вы сами зайдете в эту программу, и сами разберетесь. То есть, он вам выдаст. Ну, вы уже, если давно работаете в юридических услугах, вы должны знать свои ключевые слова, что спрашивают люди, когда звонят по телефону. Адвокат, пожалуйста, там, да, то есть, еще что-то, ну. Все, извините. То есть, я вот уже прямо туда в нише не буду копать. Можно по зубу бизнес найти, опять же. Я же говорю, что если начинать копать, выдашь себе смешанные слова. То есть, юридические услуги, может быть, вообще, очень мало запросов, потому что люди просто, ну, это слишком общее понятие. То есть, вам надо идти в частности. Когда вы залезете в частности, у вас вылезут другие вещи. Но, опять же, вот эта стратегия раскрутки молодого блога. Опять же, вы это нигде не найдете. То есть, если вы хотите действительно продвинуться и набрать хотя бы 10 тысяч подписчиков, ну, в общем, у нас это очень быстро произошло. То есть, путем, тем более, что я начинала с нуля, то есть, я не использовала там именно ютубе. Я просто, как бы, для этого чисто эксперимент. То есть, насколько я смогу использовать свои навыки, как бы, и распрутить свой блог с нуля в Инстаграме. Потому что популярность очень-очень большая там среди мастеров. То есть, ну, и вот за счет вот таких вот стратегий продвижения, то есть, получилось достаточно, ну, быстро. А можно еще раз? Ну, то есть, под заголовком мы высокочастотные пишем? Да, не под заголовком, а именно в посте. Ну, в посте особо. Да, в посте. Причем, смотрите, что, какая фишка в Инстаграме. В Инстаграме нет такого, что на Ютубе. Никто не анализирует текст под постом. Это вообще не важно. То есть, вы можете поставить им смайлик, неважно. Все анализируют хэштеги. Хэштеги должны быть высокочастотными. Тоже 30. То есть, вы можете обдурить, как бы, скажем, Инстаграм, и у вас останется вот эти вот 30 хэштегов в первом, получается, в первом комментарии. Но, если вы разместите под другом... В смысле, не в комментарии, а под постом. Смотрите, нет, я вам сказала, первые хэштеги размещаем в комментарии. Первый комментарий. Это очень важно. Сделайте в другой последовательности, и ничего не получится. Твой комментарий. В первом комментарии, как только вы... Вот вы выкладываете пост в телефоне. Вы сначала никаких хэштегов не ставите. Даже в посте. Даже в посте. Ничего не ставите. Вы его выложили. Тут же заходите и сами себе комментируете. Туда только хэштеги. Низкочастотные и средние. Эти должны быть хэштеги релевантны вашему посту. То есть, что на посте, бабочки, птички, что будут искать, что вы там... Ну, что выставляете. То есть, какая у вас задача, что вы хотите с этим постом сделать. Ну, то есть, привлечь аудиторию, правильно? Соответственно, там должны быть истинные ваши, как бы... Ну, потому что низкочастотные, среднечастотные запросы, они описывают как раз то, что у вас находится на фотографии. Потому что, если, например, вы туда напишите высокочастотники, ну, люди много чего ищут. То есть, пост, он у вас быстро вследит, и он перестанет транжировать, выдаваться. Потому что в инстаграме тоже есть топ. И любая, как бы, ну, если вы продвигаете, обязательно нужно стараться, чтобы по низкочастотным и по среднечастотным какие-то ваши публикации попадали в топ. Это очень, на самом деле, достаточно просто сделать. Когда у вас уже не маленькая, там, например, тысяча подписчиков, которые слабо лайкают. То есть, у вас должен быть оптимизирован этот пост, и плюс еще должны быть лайки и комментарии. Обязательно пост, как бы, сам пост должен генерировать сейчас комментарии. И вы должны отвечать на комментарии. Это очень тоже важно. Можете спросить? То есть, первое время просить друзей, чтобы они писали комментарии, отвечать? Да. Кого хотите просить? Хотите, не знаю, нанимайте кого-то, неважно. У вас должна быть под постом движуха. То есть, чем быстрее... Вот вы выложили пост, там идет, скажем, Инстаграм начинает отсчитывать счетчик временной. Как быстро появился первый комментарий. Какие комментарии, что спрашивают, ответили ли вы. То есть, как только вы отвечаете, ваша аудитория начинает писать еще больше, потому что она хочет с вами общаться. И за счет этого ваши публикации по хэштегам будут выходить в топ. Я хотела вам сказать, что если вы не планируете заниматься блогерингом больше пяти лет, вот вы сядете дома, внутри себя послушаете, готовы ли вы пять лет каждый божий день снимать посты, там какие-то видосы, там выкладывать. Если нет, то сложно. Нужно когда кому-то как-то делегировать, потому что на самом деле это вот... Ну, ты ловишь вот этого карта. То есть, ты внутри блогера, а потом у тебя успешный блог. То есть, вот не бывает наоборот, что ты там себя заставляешь, ну, надо выложить. Обычно, если тебе надо выложить, то больше пяти тысяч не наберешь. То есть, если ты кайф ловишь, там снять это, снять это, блин, идея такая. То есть, вот это попрет как бы будет. Кстати, еще вот эта вот есть тема. Бобки котируются. Несмотря какой лайфстайл можно там фотографировать. Просто это самые популярные блоги. Итак, дальше давайте. Первый увидели. Второй, по крайней мере, то, что заметил, выделить свою целевую аудиторию, под какую вы будете создавать там определенный продукт и продвигать. Третье, вот для себя понял, спасибо огромное. Я понял, что это сложное дело. Вот у меня раньше была галлюцинация, что просто взял, снял видео и все, и тебя любят. Но на самом деле, это очень сложный профессиональный процесс, который необходимо... А если вы продвигаете бизнес, то же самое блог это бизнес. Если вы хотите на них нормально зарабатывать. Все технологии, которые я применяла в раскрутке бизнеса по Краснодару, то есть, вообще среди средств массовой информации, все применила там. Вот вообще она мне все пригодилась. Следующий момент. В чем фишка? В чем ваша фишка? У вас у каждого есть своя особенность. Она будет и в выступлениях публичных. Когда вы уходите перед другими людьми, выступаете. Это будет, когда вы снимаете свой блог. В чем ваша особенность? Кто-то бухает на камеру среди блогеров, на этом зарабатывает. Кто-то интервью били он. Где больше лайков, где больше комментариев. Значит, это ваша фишка. Анализируйте, все анализируйте. Анализируйте конкурентов. И за что вас любят. Да, что у них больше всего набрало лайков, что набрало больше комментариев. И в комментариях под постами очень много можно найти у конкурентов, скажем так. То есть, то, что люди бросят. Ой, а снимите, пожалуйста, вы такая молодец там. Снимите, пожалуйста, такое видео. Снимите там такое. А вы раз, как друг друга, и сняли сами. Пушкин писал, конечно, и зарабатывал деньги посрочно. И даже говорят, что когда он зарабатывал, он писал намного лучше. Здесь может быть точно так же. Хорошо, еще кто подскажет, кто сегодня полезного что-то услышал для себя? Вот здесь, по крайней мере. Мои инструменты для анализа озвучили. Мне вот что-то далекому от этого было. Это интересно. Там надо копаться. Просто я вам только сказала название программы. Программа сложная. Потому что каждое видео, у меня идет как бы серия видео. То есть, я их разбиваю психологически. То есть, я ставлю, например, ну, опять же, это идет тема разговорный гипноз. Если вы владеете НЛП, разговорным гипнозом, то вы понимаете, что каждое видео ставится определено. Значит, в первом видео вы, например, упоминаете что-то, какую-то тему, которую вы хотите продать через 5 своих видео. То есть, вы упомянули, потом во втором видео, как бы, сказали как-то вскользь про какую-то сторону, что, например, ну, кидаете, как бы, скажем, крючки, да? Тизеры, то есть, их по-разному называют. И получается, когда вы выходите на финальное продающее видео, ваша аудитория уже хочет купить, потому что вы ее подготовили. Так вот, почему я не ведусь, да? То есть, я ведусь очень редко, ну, то есть, чисто вот там, чтобы, ну, вот, а сегодня я для вас. То есть, а так, они пишут мне, зачем вы рекламы делаете? То есть, срач устраивают, но этот срач, он как бы приводит к тому, что мое видео ранжируется еще выше. Спасибо большое. Давайте попробуем.